В Краснослободске устанавливаются обстоятельства отравления учащихся колледжа. Днем 21 сентября 2023 года в Краснослободскую районную больницу обратилось несколько учащихся медицинского колледжа. В возрасте от 17 до 20 лет с признаками отравления, предположительно бытовым газом. Студенты были осмотрены, часть из них госпитализирована. Осмотрев всех детей совместно со специалистами, которые приехали из города Саранска, это и врачи-анестезиологи-ренематологи, педиатры, главный токсиколог республики приехал, мы убедились в том, что угрозы для жизни на сегодняшний момент для детей нет абсолютно никакой. Состояние всех находящихся ребят в данном лечебном учреждении удовлетворительное, что, впрочем, подтверждают и взятые анализы клинические и биохимические, лабораторные показатели у детей в пределах нормы. На место происшествия сразу же прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных ведомств. Проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела взято под контроль руководством следственного управления по республике Мордовия. Прокуратура республики Мордовия организовала проверку по информации о массовом отравлении студентов в одном из колледжев города Краснословодска. На место происшествия выезжал прокурор Краснословодского района Николай Письмаркин. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Саранский бывшего доцента вуза будут судить за мошенничество. Установлено, что в 2019 году студент обратился к преподавательнице кафедры физического воспитания и спортивных дисциплин за помощью с долгами по двум предметам. Женщина пообещала решить вопрос за 15 тысяч рублей. В сентябре 2020 года аналогичным образом преподаватель похитила деньги у другого студента. В этот раз сумма составила 30 тысяч рублей. Всеми полученными деньгами она распоряжалась по своему усмотрению. Несмотря на непризнание ввиняемой своей вины, следственное собрало достаточно наказательную базу, подтверждающую ее причастность к инкриминируемым деяниям. В связи с чем голым делом, с утвержденным винительным заключением направленного в суд для рассмотрения по существу. В Ичалковском районе местный житель осужден за хранение боеприпасов. В доме пенсионера полицейские обнаружили в металлических банках 73 патрона различного калибра. Мужчина боеприпасы нашел 17 лет назад в Волгоградской области и оставил на хранение у себя дома. Эксперты признали патроны пригодными для стрельбы. Суд назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Сотрудники полиции напоминают, что на территории Республики Мордовия проводится профилактическая акция «Оружие-2023». Любой житель региона, в чьем доме незаконно хранятся оружия, его основные части боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства может сдать их в подразделение органов внутренних дел или управление Росгвардией и получить за это денежное вознаграждение. В Торбеево полицейские задержали 49-летнего мужчину. Он подозревается в незаконном хранении наркотиков. На улице 18 сентября его остановили оперативники. При нем был обнаружен пакет с маковой соломой, массой более 30 граммов. По словам мужчины, запрещенное вещество он нашел на улице и предполагал сдать в полицию. На него завели уголовное дело. Расследование продолжается. В Большеберезняковском районе на скамье подсудимых оказался 14-летний подросток. Он обвиняется в краже. Преступление школьник совершил днем 22 июня в селе Большие Березняки. Подросток вместе со знакомым мальчиком разбил окно частного дома, и они пробрались внутрь. Там обнаружили стиральную машинку, вынесли ее на улицу и сдали на металлолом. Хозяин жилища, вернувшись домой, заметил пропажу и беспорядок, после чего обратился в полицию. Подростков быстро нашли. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. В Чамзинском районе пропавшую нубийскую козу вернули хозяйке. К оперативным сотрудникам с заявлением о краже обратилась жительница села Большое Моресево. В ходе оперативных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось разыскать и задержать злоумышленницу. Ей оказалась 53-летняя односельчанка-заявительница. Похитив козу на лужайке, женщина животное держала в заперти в своем сарае. Мужу она рассказала, что животное ей подарили. Полицейским женщина призналась, что животное она хотела оставить себе. В настоящее время она изъята и возвращена законной владелице. Заявительница поблагодарила правоохранительность за профессиональную помощь и оперативность в раскрытии преступления. В следствии Мамоевой до России Чамзинске возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража. Расследование продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok по оформлению договора, что и сделала девушка. Через время ей сообщили, что договор аренды готов и для завершения сделки необходимо внести полную сумму 50 тысяч рублей. Девушка выполнила и эти условия. После оплаты владелец объявления перестал отвечать на звонки. МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам, будьте бдительны при выборе временного жилья на сайтах бесплатных объявлений. Мошенники быстро входят в доверие, предоставляя поддельные фоторедактированные документы. Внимательно изучайте предоставляемые данные. Это убережет вас от финансовых потерь. Вносите оплату непосредственно при заключении договора или требуйте расписку о получении денежных средств в качестве залога. В ДТП трех машин пострадал ребенок. 22 сентября в 13 часов 45 минут в Лямберском районе столкнулись Рынок, Алина и Тойота. Две машины от удара слетели в кювет. Ребенок 2022 года был доставлен в больницу. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции. Причины происшествия устанавливаются. Редактор субтитров А.Семкин